Ребёнок сорвался со скалодрома. В Краматорском парке 10-летний мальчик упал с высоты 6,5 метров. У него сложные переломы ног. Что стало причиной несчастного случая? И будет ли работать этот аттракцион в дальнейшем, узнавала Мария Сергеева. В травматологии закончилась прогулка по парку для 10-летнего Данила. У него переломы обеих ног, открытый и закрытый. Мальчик играл на аттракционе скалодром. Сорвался и упал с 6-метровой высоты на гравий. Родители общаться с журналистами категорически отказались. О состоянии ребёнка рассказали медики. Был доставлен машиной скорой помощи с травмами нижней конечности и в состоянии шока. Необходимая медицинская помощь была оказана. На сегодня состояние ребёнка стабильное. Аттракционы в парке «Юбилейный» открыли неделю назад. Механики уверяют, все объекты ежедневно проходят техническую проверку. Но часть аттракционов, в том числе и скалодром, находятся в частной собственности. За их безопасность отвечает владелец. Наша та сторона. Мы с утра приходим полностью, проверяем все аттракционы, статик, динамик. Они сами нанимают службы, которые приходят к ним, аттракционы, проверяют, дают разрешение на работу. Сейчас скалодром не работает. Его оградили сигнальной лентой. По словам очевидцев, на высоте у мальчика расстегнулся карабин и верёвка выскользнула. Директор аттракциона эту версию не комментирует. «Мы не даём на данный момент никаких комментариев, потому что ведётся следствие, ещё ничего не известно, как это всё произошло. Понимаете, разбираются эксперты». Профессиональные альпинисты считают, инцидент – результат халатности инструктора. «О таких скалодромах обязательно предусмотрена страховка. Инструктор должен самолично вщёлкнуть, опять-таки подчеркнув, правильно вщёлкнуть карабин и самолично его замуфтовать. Это халатность инструктора, 100%. Это человек неподготовленный, просто занимался этим делом». Кто виновен, установит полиция. Если им признают владельца скалодрома, его могут лишить право заниматься данным видом деятельности на три года. Пока же директор аттракциона пообещал полностью оплатить лечение Данила.